Здравствуйте, уважаемые партнеры и клиенты компании E-Markets. По традиции для вас я сделаю еженедельный обзор рынков с точки зрения ВСА, с точки зрения Price Action. Посмотрим с вами некоторые валютные пары, также посмотрим золото и, конечно же, биткоин. Ну и забегая вперед, скажу, что все падает, это просто некая катастрофа. Надеюсь, вы живы, надеюсь, вы заработали на этом, а не потеряли. И мой совет вам, опять-таки, на будущее. Делайте сейчас очень-очень все осторожно. Но имейте в виду, волатильность очень огромная, даже если вы заходите небольшим объемом в позиции, вы на этом заработаете просто огромное количество денег. Очень бы хотелось на это надеяться. Ну что, давайте, наверное, начнем с евро. Пара евро-доллар. Произошел разворот по данному инструменту, сейчас находимся на важной ключевой точке. Это диапазон, конечно же, 50%. Мы его, если помните, с вами обозначили еще черт знает когда, я уже не помню даже, если 2 или 3 ролика тому назад. В общем, не важно. Это диапазон вот такой вот большой, собственно говоря, большой волны. Если не сумеем удержаться у данного диапазона, конечно же, откроем потенциал вниз к диапазону 1.08.58.28. Слишком много восьмерок, мне кажется, как для этого видео. Но, тем не менее. Но, учитывая то, что мы сейчас имеем снижение объемов на фоне резкого увеличения волатильности, все это означает о спаде интереса в данном инструменте, дамы и господа. И, конечно же, как следствие, можем уйти в небольшой флет с последующей расторговкой в обратную сторону. Постараемся следить за инструментом. И здесь очень много хаоса, опять-таки, если собираетесь торговать данный инструмент, торгуйте небольшим объемом. Фунт. Дошли до наших целей, причем просто прекрасно. И дошли всего лишь за один день. Я был просто удивлен. И резко стали валиться вниз просто от наших целей. И пока в рынках нет намека на разворот, если честно, находимся в стремительном, просто в стремительном падении. По всей вероятности, будем падать еще ниже. И для этого есть и запас хода, и интерес падения дальнейшего. Причем запас хода достаточно большой, дамы и господа. Имейте в виду, что ближайшая цель это 1.21.99.01 и 1.19.96.99. Перейдем теперь к японской иене. Как я и говорил, дошли до наших целей. Причем даже ушли чуток дальше. И это, знаете, нам небольшой, как некий бонус от рынка. Но буквально в тот же день накопили объема буквально, вот знаете, за некие сутки. И, собственно говоря, мы просто резко развернулись. И я просто был поражен, поскольку вот этот разворот был достаточно мощный, резкий, быстрый, агрессивный. И мы просто ушли вот от этой агрессии, собственно говоря, покупателя. Движение сейчас вверх продолжается, и оно опять напоминает ракету. Дошли до уровня 108.414. Теперь немножечко внимания. Если рынок откроется в понедельник и откроется с положительным гэпом, можем уйти до уровня 110.292 и выше. Если нет и не будет вот этого положительного гэпа, это, конечно же, откат сток 106.866. Там нужно будет, к сожалению, мониторить в онлайне. Пока, вот знаете, сильно не давите меня. Попытайтесь поймать коррекцию, если хотите заработать на этом. И все-таки я, конечно же, знаете, немного склоняюсь в некую покупку, потому что у нас в рынке есть достаточно мощный покупатель, имейте в виду. Перейдем теперь к австралийцу. По кенгуру, как я и говорил, мы резко ушли от нашего уровня. Причем очень мощно. Опять-таки, давно я такого не видел, черт возьми. Собственно говоря, дошли до наших указанных лоев, но мы их не просто даже до них дошли, мы их перелетели, елки-палки. И посмотрите, это просто, это, я не знаю, это не снижение, это падение, это крах. Это просто ужас, так уж по-хорошему, да? Давайте посмотрим на недельки, вот глобально посмотрим на этот рынок. Видите, что где мы сейчас находимся? Это лои 2008 года, дамы и господа, чтобы никто не говорил, что вот у нас рашка-какашка и так далее. В принципе, в других странах происходит, да, ничуть не лучше картина. И вполне вероятно, что мы можем их и пробить, эти лои ниже, потому что технически для этого все есть, и объемы накоплены, и в целом. Но, опять-таки, продавать прямо сейчас очень опасно, поскольку все же мы находимся сейчас на лоях. Ждем небольшую коррекцию, и давайте я вам просто целить коррекции укажу. Это область 0.63.09.65 и 0.64.25.33. Это лои, опять-таки, 2008 года. Очевидно, конечно же, мы их пробьем после коррекции, но до этого не нужно немножечко дошить. Хотите сейчас покупать? Покупайте очень осторожно, покупайте спекулятивно. Продавайте уже, к сожалению, поздно. Ждите коррекции, после коррекции продавайте. Золото. Если вы слышали прошлый прогноз, то я говорил про уровень 16.32, и говорил, что если мы его пробьем вниз, то продавайте, продавайте чуть ли не рыночными ордерами, потому что мы вниз будем падать очень серьезно. Но так оно и произошло. Вот просто, что называется, тик-в-тик, да, знаете, как говорят. Вполне вероятно, мы просто разобрали этого покупателя, который там находился. Мы просто на щепки его разобрали, и на его стопах мы могли, в принципе, уйти вниз. Но здесь еще не только стопы, здесь еще также повлиял фундаментал, который сыграл в сторону падения. И, в общем, и в целом, вот это падение одно из мощных. Я, опять-таки, очень давно такого не видел. На следующей неделе нас ожидает тоже неплохой фундаментал. Штаты хотят залить рынок деньгами, и, конечно же, они хотят не допустить финансового кризиса. Посмотрим, что из этого получится. Конечно же, хотелось бы, чтобы кризиса не было, поскольку, если будет кризис, нам всем кирдык, нужно иметь это в виду. Ясно то, что мы можем подрасти к следующей неделе, и подрасти к неким лоям, которые были. Это уровень 1571, вот этот вот диапазон. И уровень коррекции, как раз-таки это является уровнем коррекции, где в целом дно по золоту, вот так вот глобально, пока не ясно. Не хочется загадывать, потому что мы можем развернуться вот прямо сейчас, знаете, в обратную сторону. Или развернуться от уровня 1484. Здесь нужно уже будет смотреть немножко дальше. Давайте не будем пытаться найти дно, ловить ножи, поскольку это всегда, собственно говоря, заканчивается плохо. Я вам указал диапазон, где это дно может случиться, но там уже нужно будет смотреть, собственно говоря, по факту, как там будет вести себя цена. Биткоин. Где еще можно встретить падение на 40% в сутки? Попадало только в биткоин. Я такого уже давно не помню, если честно, чтобы биткоин так падал. Многие, собственно говоря, эксперты говорят, что это был крах пузыря. Ну, я, если честно, не согласен. Я, конечно, говорил вам в прошлом выпуске, что лонгов обломают. Я не думал, что их обломают, ну, прям настолько, и что всех лонгов обломают. Это просто, это просто какой-то, ну, чудовищный хардкор. Я думаю, что это был выход акул с данного инструмента, чтобы залить, собственно говоря, свои активы в Азию, в Китай. Но, опять-таки, не хочется мне строить из себя, знаете, такого фундаментальщика, поскольку я здесь профан. Но, тем не менее, запас хода мы имеем, запас хода падения до уровня 3500. Вполне можем дойти туда технически. Там у нас есть донышко, это лаи 18-го года. И покупать сейчас я бы вам, если честно, не советовал. Только если у вас стальные, сами знаете что. И у вас резиновый депозит, вполне вы можете, знаете, так потихонечку покупать. Но только если у вас стальные. Я вам этого не советую и не желаю. Потому что уровень дна это 3500 технически. И мы имеем весь запас хода туда. И мы можем до туда дойти, имейте это в виду. Сейчас локально от 5000 мы можем сходить небольшую коррекцию до уровня 6500. С последующим движением к уровню дна. Попытаемся, знаете, посмотреть, что рынок будет делать. Поскольку пытаться найти коррекцию в этом плане. И пытаться в нее влезть и заработать на каждом движении. Ну это как бы, ну такое. Опять-таки, покупать здесь тоже достаточно опасно. Пока, к сожалению, только шорты. Пока вы смотрите конечную аннотацию. Выбирайте видео, которое вам посмотреть. Напоминаю вам, что на моем сайте есть опросник. В ходе этого опроса вы можете проголосовать за те инструменты, которые вам интересны. И в ближайшую неделю я сделаю на них анализ. На следующем, собственно говоря, неделе. Удачи вам, зарабатывайте, счастливо.